Доброе утро, СтопГейм! В эфире Инфакт. Прошедшие выходные PlayStation провела широкую демонстрацию Ghostwire Tokyo от создателей Evil Within. И вместе с кучей подробностей о проекте, наконец-то явили миру непосредственный геймплей. Главный герой, Акито, одержимый духом некого детектива по имени Кей Кей, будет вынужден укопаться в первопричины произошедшего с Токио катаклизма, возможно спасти от него мир, но в первую очередь пережить нашествие потустороннего. Все остальные люди исчезли в поглощающем и опасном густом тумане, откуда также явились и местные чудища, пришлые. Давать бой и выживать предполагается преимущественно при помощи местной магии эфира, которая разделена на четыре стихии. Ветер станет аналогом пистолета, вода дробовиком, огонь гранатометом, а земля послужит защитной стихией. Разработчики отдельно акцентируют внимание на механике идеального парирования. Помимо этого предусмотрены и более традиционные, но и мистические приспособы вроде волшебного лука, метательных оберегов и талисманов. В игре будет возможность постелсить, уничтожая врагов по-тихому, будет прокачка и будут специальные паркуристые заклинания, вроде волшебного аналога Крюка Кошки, с помощью которого можно будет залезть на любое здание и погонять местную фауну по крышам. Примечательный факт. Зарождался проект в качестве триквела The Evil Within, но в ходе развития концепции настолько далеко отодвинулась от изначальных замыслов и лора франшизы, что от такого продолжения было решено отказаться. Но обошлось без похорон, и получившийся проект сформировали в собственный бренд. Игра выйдет не только на консолях PlayStation, но и на ПК, и предзаказы уже открыты в двух версиях, стандартной и делюкс с дополнительными скинчиками и ранним доступом к игре на три дня раньше всех остальных. На страницах игр в Steam и Epic Games можно лицезреть и необходимые системные требования Ghostwire. И сразу видно, что игра получилась жручая. Минимально допустимой видеокартой указана 6-гиговая версия GTX 1060, процессор Intel Core i7-4770, 12 гигов оператива и всего 20 гигабайт, но на SSD накопителе. Рекомендованные ушагали недалеко от GTX 1080, Intel Core i7-7600 и 16 гигов оперативной памяти. Еще в октябре с эндемиками заявлял, что его студия трудится над сразу двумя проектами. Второй, помимо Ghostwire Tokyo, возглавляет руководитель The Evil Within 2 и DLC для оригинальной игры. Быть может, триквел скрывается именно там. А сама Ghostwire Tokyo выйдет 25 марта на ПК через Steam и Epic Games Store и PlayStation 5. Предзаказ уже открыт, заявлен полный перевод на русский язык, включая озвучку. GTA 6 официально в разработке. Цитата из пресс-послания с сайта rockstargames.com Мы с радостью подтверждаем, что разработка новой игры во франшизе GTA идет полным ходом. С нетерпением ждем возможности рассказать больше, как только будем готовы. Поэтому следите за новостями. Конец цитаты. И все, и все. Зато стало известно о долгожданном релизе GTA 5 на консолях нового поколения. Новая версия старой игры доберется до PlayStation 5 и Xbox Series 15 марта. Среди улучшений, несколько режимов производительности с разрешением до 4К, 60 FPS и Ray Tracing, текстура модели и дальность прорисовки улучшены, добавлено HDR. Также заявлены быстрые загрузки, 3D-звук и использование особенностей каждой из консолей. Для PS5, например, это тактильная отдача контроллера DualSense. Перенос сохранений с консолей прошлого поколения будет предусмотрен. Плюс в этот же момент отдельным приложением релизнится GTA Online. В первые три месяца сетевая песочница на PS5 будет бесплатной. Хидео Кодзима запустил новый подкаст с собственным именем в названии. Хидео Кодзима's Radioverse. Это гостевой подкаст, куда приглашаются, цитата, «самые разные гости, чтобы поговорить на глубокие темы, связанные с играми и фильмами, которые невозможно услышать больше нигде». Конец цитаты, описание шоу. Первый выпуск уже записали и выложили. Первыми гостями стали авторы японского ютуб-канала 2BRO. Послушать можно лишь в сервисе Audible и есть загвоздка. Новый подкаст, разумеется, на японском. И если предыдущее, что выходил на ютубе, впоследствии могло перевести и само сообщество, здесь такого инструментария попросту нет. Остается надеяться только на знатоков языка, которые пожелают заняться локализацией и смогут получить благословение гения на миссионерство его речей в заграничной для Японии массы. Конец зимы, начало весны для крупных предприятий и время публикации финансовых отчетов. А в финансовых отчетах частенько кроются и всякие секретики о планах этих компаний. В прицеле сегодня Activision Blizzard. И во-первых, да, Infinity Ward делает новую Call of Duty. В своем твиттере команда заявила, что новое поколение колды грядет. Ну а теперь появилось уточнение. Студия занимается разработкой, цитата, «премиальной Call of Duty» и проекта PowerZone. «Планы, самые амбициозные в истории франшизы, бла-бла, ведущие индустриальные инновации и популярный сеттинг». Конец приблизительной цитаты. Второй вброс, чтобы не вводить в заблуждение своей точкой зрения, лучше тоже процитирую. Blizzard планирует в 2022 выпустить значимый контент для франшизы Warcraft, включая новинки для World of Warcraft и Hearthstone. Также компания предоставит игрокам совершенно новый мобильный контент по Warcraft. Конец цитаты. Будет ли мобильный контент непосредственной игрой, нигде не уточняется. Но на фоне положительного тона вокруг публичного тестирования Diablo Immortal, шаг вероятный. Не хочется снова окунать вас в скандалы, интриги и расследования вокруг Activision Blizzard и ее рабочей культуры дальнейшей продажи Microsoft, посему обозначу в двух словах, а для желающих будет ссылка в описании. Глава Xbox, Фил Спенсер, продолжает социальную активность и дает интервью всем подряд. В одной из таких бесед руководитель признался, что напуган последней сделкой, однако готов нести всю ответственность на себе. От вопросов про Бобби Котика ловко уворачивается, лишь подтверждая, что внутренняя реструктуризация в каком-то виде неизбежна. А связь скандалов с покупкой компании полностью отрицает. Разработчик-одиночка Поль Эрве в содружестве с издательством Slug Disco готовит к скорому запуску в раннем доступе Steam преемницу одной из игровых стадий старушки спорно с селл-шейдингом под названием Adapt. Конкретно речь про второй этап игры, когда ваше существо оказывается в диком мире и вынуждено выживать, чтобы эволюционировать и становиться круче до выживасти. Вы зарабатываете очки эволюции, за которые покупаются новые части тела, а лепкой этого самого тела в свободном режиме вы занимаетесь самостоятельно. Необходимо думать о потомстве, искать пропитание, пригодную для жизни среду, преодолевать непогоду и смену времен года. Демо-версия игры уже доступна для скачивания. Прошлогодняя Black Book делает большую ставку на сюжетное наполнение, однако, по мнению разработчиков, и сражения в игре способны увлекать не меньше. Чтобы убедиться в этом, в игру будет добавлен режим бесконечной битвы, который превратит книгу в рогалик. За три дня главной героине будет необходимо добраться до глубин ада и сразиться с самим сатаной. К цели ведут несколько путей, и вы должны будете выбрать один из них. По мере прохождения можно будет зарабатывать карты и улучшать свою колоду, а также изучать способности. Встречаться в Василисе будут как рядовые противники, так и боссы. Распространяться режим будет по модели DLC. Релиз дополнения намечен на 18 февраля в Steam, а до консоли оно доберется попозже весной. Цена вопроса в российском регионе всего 133 рубля. Ну и раз заговорили про DLC-шки, коротенькая, но оптимистичная весточка для фанатов Факторио. В прошлом году Vube Software анонсировала крупное дополнение для игры. В свежем пресс-релизе заявляется, что по количеству контента, пока безымянное DLC, будет сопоставимо с целой оригинальной Факторио. А уже сейчас расширение находится на четвертом из семи запланированных этапов производства. Что конкретно ждет игроков в дополнении, не раскрывается. Есть только вот этот вот концепт-арт инопланетного существа. В комментарии к новости на нашем сайте, OneBigBug подмечает, что судя по мозгу существа, в игре появятся противники с аналогичными фабриками. Чего еще нету дополнения, так это хотя бы примерного срока выпуска. Во время анонса Vube лишь писала, что разработка займет не меньше года, и год уже прошел. Под прошлым выпуском очень понравился комментарий Вани Банных. Такая отсечка к новости при получении Филом Спенсером Lifetime Achievement. Отвалить 70 миллиардов за ачивку? Достойно. Ну и надо уже поощрить вниманием нашего локального Иисуса, который даже в пятиминутном выпуске с семью новостями, плюс раздачей косарей, разглядел лишь воду. Я бросаю попытки угодить, и отныне считаю эти сообщения вбросами некой доброжелательной нейросети, которая всего лишь хочет приподнять комментаторскую активность на канале. Спасибо тебе, Иисус. И в завершение напомню о творческой активности на нашем портале stopgame.ru. Там за прошедшие выходные вышло текстовое превью Ghostwire Tokyo, где вас ждет еще больше подробностей об игре от Валентина Шакуна, обзоры Pokemon Legends Arceus и Sifo от Алексея Лихачева, а также альтернативный видео-обзор той же Sifo, но уже от Глеба Мещерякова. Точки зрения разнятся, рекомендую ознакомиться с обеими. А на сим, пока-пока и всем хорошего дня.